Привет! В этом видео поговорим о том, как определить, а своим ли делом вы занимаетесь. И как вы, наверное, догадываетесь, человек, который точно знает, что то, чем он сейчас занимается, это его дело, он такими вопросами не задается. А если есть сомнения, то вот вам список из трех критериев, которые помогут вам протестировать себя на предмет того, а своим ли делом я занимаюсь. И первый критерий, пожалуй, самый важный. Нравится ли вам то, чем вы занимаетесь? Вот вам нравится ваша работа или хобби? Если да, то это хороший признак того, что вы на правильном пути. И в одной из книг царя Соломона в книге Экклесиаста говорится о том, что если Бог дает кому-либо наслаждаться своим трудом, то это дар Божий. Редко такой человек размышляет о жизни своей, потому что Бог наполняет радостью его сердца. И если вы занимаетесь делом, которое вам неинтересно, то, скорее всего, вы быстро устанете, вы не сможете достичь желаемых результатов, вы бросите рано или поздно это. И наоборот, если вы занимаетесь делом, которое приносит вам удовольствие, то, конечно, вы будете продолжать развиваться и улучшать свои навыки, несмотря ни на что. Второй критерий, он, пожалуй, самый честный. Вот будете ли вы продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь, если вам перестанут за это платить? Ну или, по-другому говоря, готовы ли вы заниматься этим бесплатно? Если вы ответили «да» на этот вопрос, то быстрее всего вы занимаетесь своим делом, которое действительно важно для вас. И работа, которая приносит большое удовольствие, она часто становится не только источником дохода, но и путем самореализации. И если вы готовы заниматься своим делом, даже если вам не будут за это платить, то вы на верном пути. Ну и, наконец, третий критерий – это готовность посвятить свою жизнь этому делу. Вот вы бы хотели заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь, в течение всей своей жизни? Если да, то это может быть признаком того, что вы занимаетесь своим делом. И, конечно, это не означает, что нужно пожертвовать всеми другими аспектами жизни ради работы или хобби. Но если вы находите удовольствие и смысл в том, что вы делаете, то вы на правильном пути. Вот таких вот три простых критерия, которые помогут определиться вам, своим ли делом вы занимаетесь. Поэтому не бойтесь пробовать что-то новое, искать что-то действительно, что вам подходит. Возможно, вам потребуется время, чтобы понять, что именно вам нравится и что вы хотите делать в жизни. Но здесь самое главное – не останавливаться на достигнутом и идти к своим целям. Ну и в дополнение к этому ролику прочитайте мою книгу «Как найти предназначение, уровень Бог». И вы можете получить электронную версию этой книги бесплатно. Она есть в моем Telegram-канале. Ссылку на него оставлю в описании ролика. Ну а на этом у меня все. Ставьте этому видео лайк, если было полезно. Поделитесь этим роликом с тем человеком, который до сих пор сомневается, а своим ли делом я занимаюсь. Ну и спасибо за просмотр. До новых встреч!